Супермаркеты пошли по домам Супермаркеты пошли по домам Объем доставки продуктов ретейлерами вырос на 50% 2. Газета «Коммерсант» номер 38 от 4 марта 2019 года Строение 10 за год Спрос на доставку продуктов питания вырос в полтора раза Основными городами на рынке остаются Москва и Санкт-Петербург Пока ретейлеры работают только в 8 регионах страны Но этот сегмент начнет активно развиваться После того как сети отладят бизнес-процессы Участники рынка считают, что заметный рост E-grocery может стать в 2019 году новым трендом на рынке российского ретейла Рынок онлайн-доставки продуктов питания самими ретейлерами и службами доставки По итогам 2018 года вырос на 50% до 23 миллиардов рублей Следует из исследования Подготовленного инфолинией аналитикой Есть в распоряжении твердый знак Лидерами в сегменте остается компания «Отконос» с оборотом 10,2 миллиарда рублей На втором месте Чей оборот в минувшем году вырос более чем в два раза и составил 3 миллиарда рублей И серьезную динамику роста Практически в 6 раз Показала доставка из супермаркетов «Перекресток» входит в X5 Retail Group Сеть нарастила обороты с 0,2 миллиарда рублей в 2017 году до 1,3 миллиарда рублей в 2018 Аналитики Напоминают, что старейший участник рынка «Отконос» работает с 2002 года, тогда как его ближайшие конкуренты «Перекресток» и «Ооз» запустили продажу продуктов онлайн только в 2017 году В рейтинг вошли компании с годовым оборотом от 300 миллионов рублей с учетом НДС и не вошли сети, у которых продовольственные товары занимают минимальную долю в продажах Службы доставки готовой еды, Яндекс.еда и Delivery Club также не учитывались в рейтинге аналитиков Так, объем онлайн-продаж у ретейлера «Окей» за год вырос с 1,3 миллиарда до 1,7 миллиарда рублей У «Азбуки вкуса» — с 1,2 миллиарда до 1,5 миллиарда рублей У «Французской Яшан» — с 0,7 миллиарда до 1,5 миллиарда рублей У операторов доставки обороты выросли примерно втрое У «Айкудз» — с 0,4 миллиарда до 1,2 миллиарда рублей У «Инстамарт» — с 0,3 миллиарда до 0,8 миллиарда рублей Один из новых игроков в этом сегменте «Калама» — запустивший слуги доставки продуктов только в апреле 2018 года За это время смог добиться оборотов на лет целых 0,4 миллиарда рублей Гендиректор инфолинии аналитики Михаил Бурмистров отмечает Что основная сложность выхода на рынок связанная с IT и логистикой Ретейлерам необходимо настроить учетную систему, чтобы контролировать товары в магазине Именно поэтому «Ашан» до сих пор не может запустить доставку скоропортящихся продуктов Поясняет он Эксперт напоминает, что сейчас над созданием собственной системы доставки работает сеть «Магнит» Доставки до сих пор нет также и у сети «Пятерочка» и «Дикси» Как зависимость покупателей от скидок стала проблемой для ретейлеров Волнообразный рост спроса на доставку произойдет только после того, как ретейлерам разрешат продажу алкоголя Одного из самых востребованных и маржинальных товаров в магазинах, уверены аналитики Управляющий партнер «Дата Инсайт» Борис Овчинников отмечает, что рынок «ИИ Гроссри» сфокусирован на Москве и Санкт-Петербурге Это пока еще не самостоятельно значимый канал продаж, а скорее опытные зоны, где ретейлеры тестируют и отлаживают все связанные с онлайн-продажами процессы Сейчас, как указывается в исследовании инфолинии аналитики, заказать продукты у крупнейших ретейлеров можно еще в пяти регионах Казани, Нижнем Новгороде, Белгороде, Оренбурге, Сургуте и Екатеринбурге В пресс-службе ОЗН, доставляющей продукты только по Москве и Подмосковью, отмечают, что текущая выручка от продажи еды составляет несколько процентов от общего объема В компании также называют интерес к доставке продуктов одним из главных трендов 2019 года Господин Овчинников поясняет, что пока в регионах активнее всех развиваются сервисы iCoods и Instamart Еще одной компанией, развивающей доставку продуктов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга Эксперт называет производителя сников и кондитерских изделий KDV Бренды Яшкина, Кириешки, Бабкины Семечки Никита Щуреньков Продолжение следует...